Всем привет, ребята, вы на канале Геймкейт, и сегодня мы продолжаем играть, Хе-хе, чуть не с... точнее, проходить без количества лета, чуть не сказал, растение против зомби. Наконец, дверь распахнулась, и на пороге появился Шурик. Внимая сцена, я застыл, смотря на него. Вот вы где? Думали, сможете спрятаться? Что? Думали, я вас не найду? А я нашёл. Он совершенно точно был не в себе. Лицо исказило страшная гримаса, глаза под очками дьявольски сверкали, а в руках потерявшийся пионер сжимал арматуру. Ты что, совсем сдурел, что ли? Это ж мы! Я вижу, что вы. Он сделал несколько шагов в нашу сторону. Я инстинктивно закрыл Лену с собой. Думали, можно из меня дурака делать? Водить туда-сюда? Направо-налево-направо-налево? А я ведь ходил, всё ходил. Он замахнулся арматурой. Дальше всё происходило, словно замедленные съёмки. Шурик летящий на нас. Я отталкивающий Лену в сторону. Арматура, медленно опускающаяся мне на голову. Ай-яй-яй, рука с фонарём, взметнувшаяся вверх. Кромешный мрак, последующий после. Очищённое дыхание. Кровь, стучащая о висках. И тишина, ужасная, давящая тишина. Слившаяся с темнотой. Я шарил рукой, силясь нащупать стену, как вдруг почувствовал что-то прикосновение «Не бойся!» Послышался рядом знакомый голос «Ты где, чертов псих?» Закричал я «Он ушел!» «Как ушел?» «Куда ушел?» Голос в Лену звучал не то, чтобы спокойно, но совсем не так, как должен слышать голос человека в подобной ситуации «Успокойся!» Она нежно обняла меня и прижалась всем телом Я пыталась запретить себя, восстановить дыхание, привыкнуть к темноте «И что теперь делать?» «У тебя же есть пистолет!» «Да, и в кого мне стрелять?» «В нем же ракета, осветительная» Наверное, она была права Я достал пистолета за пояс, направил его в сторону наугад и выстрелил Комната тут же озарилась ярким красным светом Ракета, лежащая в углу, была похожа на фейерверк или, может быть, на бенгальский огонь «Пойдем скорее, она долго гореть не будет» «Куда?» Лена молча указала на вторую дверь Открыть ее не стоило особого труда, и мы устремились в темноту Сигнальный огонь горел все тусклее Я спотыкался на каждом шагу, пару раз даже упал, но темпа не сбавлял «Если погаснет и он...» Наконец впереди показался просвет, и мы вышли к лестнице, упирающейся под потолком в решетку И ракета, недовольно зашипев на прощание, погасла Слава богу! Оказалось, что мы находимся прямо под памятником Генди Решетка была довольно крепкой, но мне все же удалось сломать ее, разбив винты фонарем Выбравшись на поверхность, я обессиленно упал на траву Ужас какой-то! Лена села рядом Жуть просто! Мне уже было наплевать на этот мир, на лагерь, на автобус 410, на свою прошлую жизнь И ведь что самое страшное, самое противное В случившемся не было ничего сверхъестественного Просто Шурик спятился, а шел с ума Ничего удивительного, я бы на его месте наверняка тоже Лена нежно погладела меня по голове и улыбнулась Все закончилось Не знаю даже, по лесу бродит, свихнувшийся пионер Мняк-убийца, можно сказать Думаю, с ним все будет в порядке В порядке? Нет, не уверен Главное, что с нами все хорошо Она все так же улыбалась Как ты можешь быть такой спокойной? Я же говорила, что с тобой мне бояться нечего Действительно, тогда я, возможно, спас Лену и себя заодно Впрочем, это всего лишь случайность, не более Будь Шурик более ловким Или более безумным Спасибо за комплимент Пожалуйста Но все-таки не стоило никуда ходить Да, наверное Сказала она спокойно Меня начало ужасно клонить сон От пережитого стресса, от усталости, от того, что уже ночь Надо было идти спать Но для этого сначала нужно встать, дойти до домика вожатой Нет, на такие подвиги я не готов Глаза закрылись сами собой, как будто на минутку С неба на меня смотрели звезды Тысячи, может миллионы Сейчас их свет не казался далеким Холодным Напротив, они весело подмигивали мне, словно перешептываясь Рассказывали наперебой веселую сказку О далекой-далекой галактике И фиолетовых пушистых поросятах О таинственном поясе астероидов, в котором пропадают корабли О бесстрашном капитане звездолета и его бравой команде О невиданных сокровищах и неприступных вершинах гор планеты на краю Вселенной Интересно, это сон? Я слегка приподнялся и понял, что моя голова лежит на коленях у Лены Долго я спал? Спросил я смущенно, но вставать не спешил Не знаю, у меня же нет часов Расмеялась она Ну примерно Нет, может быть минут двадцать А, ну ладно тогда Я снова лег, чувствуя, что мне еще никогда не было так хорошо и спокойно События этой ночи, если не забылись, то стали каким-то далеким Словно из той книжки, которую мне читали звезды Шурик вернулся Что? Я тут же вскочил Вон он, на лавочке спит Лена удивленно показала в сторону скамейк И ты что? Ты так мирно спал, я не хотела тебя будить Мне стало страшно, потому что такое поведение было не просто странным Оно было неадекватным, пугало не меньше безумия Шурика в подземелье Мимо проходят сумасшедший, пытавшийся нас убить еще полчаса назад Ложится на лавочку и засыпает, а она просто сидит Ничего страшного, похоже, он просто был немного не в себе Лена тут же смутилась и покраснела Да и шел он так, шатаясь, в нашу сторону не смотрел А если бы я начала шуметь, она была готова расплакаться Ладно, ничего страшного Конечно, в ее словах была какая-то логика Может быть, она поступила и правильно В любом случае, сейчас необходимо с пристрастием допросить Шурика Я резко вскочил, быстро подошел к лавочке, на которой он спал И на отмыш ладони ударил его по щеке Ай! Он тут же проснулся Что такое? Ты что творишь, скотина? Что? Шурик испуганным, более того, вполне осмысленным взглядом уставился на меня Что это было там внизу? Что? Где? В подземелье, в шахте, в бомбоубежище Совсем крыша поехала? Я тебя не понимаю Он осмотрелся по сторонам И почему я здесь? А где же тебе надо быть еще, по-твоему? Хотя нет, подожди Я знаю, в дурдоме тебе надо быть Я утром пошел в старый лагерь за деталями, а потом... А потом ты ничего не помнишь? Спросила подошедшая Лена Да, я... Не прикидывайся Сказал я спокойнее и сел рядом с ним Хотя было действительно похоже, что он не врет Ничего не понимаю Все это антинаучно Как угодно Только не думай, что я тебе поверю Ведь провалы в памяти просто так Шурик разговаривал сам с собой Что-то не переставая обубнил себе под нос Не обращая на нас никакого внимания Пойдем Тихо сказала Лена И что, вот так просто его оставим тут? Он не в себе Ему надо выспаться Да этого психопата вообще опасно одного оставлять Может он электроника ночью катушкой индуктивностью удавит Все будет нормально, поверь У меня, пожалуй, не было оснований ей не верить Впрочем, и оснований верить тоже Но с другой стороны уже наплевать Поскорее бы заснуть Ладно Мы оставили Шурика, продолжающего что-то бубнить, наедине с собой Пришли Что? Куда? Пришли, а мне дальше Лена улыбнулась Всю дорогу я совершенно ни о чем не думал Просто шел за ней и сам не заметил, как мы оказались возле домика Ольги Дмитриевны Да Спасибо тебе за сегодня Да не за что тут благодарить Хорошо, хоть живы остались И посмотрим еще, что завтра Шурик скажет Все равно спасибо Загадочно сказала она и отвела взгляд Ну тогда, пожалуйста Ладно, мне пора Лена резко развернулась и быстро зашагала в сторону своего домика Я тут же поймал себя на мысли, что все это как-то не так Неправильно После всего, что произошло, всего лишь Ладно, мне пора В таких ситуациях же обычно бывает по-другому, разве не так? Хотя я и сам точно не знал, чего ожидал Усталость заявила о себе с новой силой Я с трудом поднялся по ступенькам и вошел внутрь На моей кровати сидела вожатая Семен Грустно начала она Ты где был? Ну, я Приготовившись к разносу, я совсем не ожидал подобной реакции Ходил искать Шурика Один Ну что, сдавать Лену или не сдавать Лену? Типа, по сути, это же она надо умело пойти Но если скрыть, вдруг всплывет И потом мне по башке прилетит За то, что я Типа Ну блин, ну что с ней может случиться? Ее убьют, что ли? Ну, сказать, что ходил с Леной Нет, с Леной И Шурик Что с ним? Казалось, что Ольга Дмитриевна действительно переживала за судьбу пропавшего пионера Впрочем, что в этом странного? Вожатая может и несколько легкомысленно относиться к своей работе Но это же не значит, что она должна быть бессердечной С ней все в порядке По крайней мере, насколько Насколько вообще может быть в порядке в данной ситуации? Это хорошо А теперь спать Подождите, но Она так быстро выключила свет, показывая, что разговор закончен, что я не успела ничего спросить Впрочем, а надо ли? Поинтересоваться, почему меня не отругали? И все же, Лена Что вообще сегодня произошло? Мысли неумолимо замедляли свой бег А затем и вовсе остановились Так, какой день пятый? Пятый же день Да, день пятый Ну-ка Что тут? Мы бежали Бежали из последних сил Так бежит человек, отчаянно цепляющийся за жизнь Обреченный человек, который знает, что ему уже не спастись Но все равно борется с неизбежным, с судьбой Я с трудом закрыл за собой тяжелую металлическую дверь Не знаю, насколько глубоко это бомбоубежье И способно ли оно выдержать ядерный взрыв Но сейчас нам больше негде спастись Она крепко сжала мою руку Не бойся С потолка сыплась штукатурка Стены тряслись Я приготовился к худшему Хотя смерть это такая вещь, к которой никогда нельзя быть готовым Но вдруг наступила полная тишина Которая словно звенела в ушах Пугая еще больше, чем взрывы бомб Пора прощаться, наверное Она всхлипывала Я хотел ее хоть как-то утешить Но понимал, что я ничего сделать не смогу Да Знаешь, я... Ужасный грохот Барабаны и перепонки словно разорвались Кажется, меня передавило рухнувшим потолком Но боли я не почувствую Мне же хотелось не отпускать ее руку Я проснулся в холодном поту Задыхаясь, жадно ловя ртом воздух В себя прийти удалось не сразу Это сон Всего лишь сон Однако в это отказывался верить мой воспаленный мозг Но что это за девочка была со мной там? Так хотелось не отпускать ее руку К сожалению, вспомнить кто она так и не получилось Часы показывали начало одиннадцатого Я постепенно отходила от сна и реальности увереннее заявляла свои права на мое сознание В животе предательски заурчала Война войной, а обед по расписанию Ольга Дмитриевна в домике не оказалась Видимо, она решила не будить меня Что же, спасибо вожатой за это После всерашних приключений отдых был мне необходим Прошла черная ночь осталась лишь размытым воспоминанием Думать о котором не очень хотелось Куда важнее сейчас найти еду и... Помыться! Точно! Ведь пионер должен быть всегда чист и опрятен Впрочем, с этим тезисом я бы согласился и не будучи пионером Которым я, в общем-то, и не являлся По дороге к умывальникам не встретился электроник Он замолхал руками и побежал в мою сторону Доброе утро! Спасибо тебе, что нашел Шурика Без него я бы даже не знаю Да ничего Я несколько смутился Нет, правда, не нужно лишней скромности Страна должна знать своих героев А как Шурик... Как он с утра себя вел? С ним все в порядке? Памятая его вчерашнее помешательство Я посчитал этот вопрос вполне уместным Да, вполне Разве что он ничего не помнит Вот как? Я совсем не удивился Но он говорит, что вчера пошел в старый лагерь А потом проснулся утром в своей кровати То есть между этими событиями провал Понятно Ладно, тогда Тебя же на завтраке не было Заходи к нам в кружок Мы тебя покормим У меня кое-что особенное есть Электроник заговор... Заговорщически улыбнулся Спасибо Зайду, наверное Сначала все равно нужно было помыться Ждем Он побахал мне рукой И направился по своим делам Возле умывальников никого не было Вода сегодня оказалась на удивление теплой Наверное, нагрелась уже Умыв лицо, я понял, что остальное тело Ополоснуть здесь будет не так-то и просто Может быть, стоило пойти в душевую Впрочем, если рядом никого Я вырубил кран так, что струя воды била под прямым углом И начала раздеваться А если кто-то увидит? Ладно, быстренько ополоснусь Вытрусь, оденусь Вода, которая оказалась нормальной для рук лица Холодом обжигала остальное тело Процесс купания занял мне не более 10 секунд После чего я начала энергично вытираться Но закончить мне так и не удалось Со стороны тропинки послышались голоса Решение пришло в долю секунды Я схватил свои вещи и бросился в кусты Через мгновение возле умывальников Появились Алиса и Ульяна Сама бы могла Зачем меня сюда притащила? Ну что, тебе жалко? Ладно, давай Я просмотрелся и заметил, что они обе Все перепачканы красной краской Вот так номер Откуда? Алиса включила воду и начала растирать спину Ульяны Всеми левчик Если кто увидит А есть на что смотреть? Усмехнулась она Ладно, только ты побыстрее Смотреть и правда было особо не на что Но даже при этом я пристально устоялся на девочек Эй, ты что творишь, блин? Криповый чел Жаль, что они обе стояли ко мне за спиной Эй, ну что за мысли, боже Видимо, сильно его башкой приложили Арматурой по башке ему слишком сильно вдарили Через минуту Алисе удалось смыть всю краску Все Спасибо Ой, ладно, пофиг, пофиг на голоса уже Не за что Лениво ответила Алиса Слушай, а дай мне померить Она показала на люфчик Алисы Да он тебе не подойдет Ну интересно же Да и тут Тут же нет никого, правда? Ульяна посмотрела в мою сторону Лука вылыбнулась Я был абсолютно уверен, что она не могла меня заметить в этих кустах, но Да хватит глупости Ульянка не стала нас слушать А вместо этого ловким движением сорвалась Алиса лифчик Чего? Вот теперь надо признаться Было на что посмотреть Ты Знаете, я иногда думаю, что Сейчас Запись этой новеллы была ошибкой Что это? Слава богу, хотя бы экран черный Я зато и в дыхании наблюдал, как две девочки гоняются друг за другом вокруг умывальников Алиса закрыла грудь руками, так что рассмотреть что-то было проблематично И не надо И не надо ничего рассматривать Я подался вперед и споткнувшийся камень вывелился из кустов О-оу Алиса и Ульяна застыли, как вкопанные уставились на нее А он же еще и голый Блин, вообще нафиг ты решил в этом умывальнике Мыться Дебил Просто, боже Я же с виноватым видом старался прикрыть свою ноготу Внимая сцена продолжалась несколько секунд Затем Алиса схватила рубашку и в мгновение око кое-как напялила ее на себя Эй Ее лицо из красного стало фиолетовым Казалось, что сейчас она взорвется, как ядерная бомба Единственное, что мне хотелось тогда, это распасться на атом и улететь подальше от эпицентра Он все время там сидел Значит, все же заметила Ты Ты А я Да я Случайно Если ты понимаешь, о чем я О-оу Алиса бросилась на меня Я же прикрываю одной рукой зад, а другой, держа свою одежду, бросился в лес Тогда мне это показалось лучшим решением Не появляться же голым днём посреди лагеря, да ещё и с эскортом из двух вижащих девочек. Бежал я не оглядываясь. Спустя несколько минут остановился, чтобы отдышаться. Погони, похоже, не было. Значит, мне всё же удалось спастись. Однако ценой этому стали исколоты и сцарапанные в кровь ноги. Надеть ботинки-то времени не нашлось. Я сел на пенёк и вздохнул. Через некоторое время уже одетый, я выбрался из леса. Нужно решить, что же делать дальше. Ноги болят, значит, мне прямая дорога в медпункт. Но, с другой стороны, живот тоже ждать не намерен. Может быть, стоит воспользоваться приглашением электроника или пойти в столовую. Вдруг что-нибудь осталось. Так, столовыми тебя явно изнасилуют, дружок. Так, ну давайте подумаем, куда можно пойти. В общие кружки, в медпункт или в столовую? В столовой сейчас 100% что-то будет. Но я обычно в столовой происходит какая-то неинтересная фигня. Ну, ни разу в столовой ничего интересного не происходило. В медпункте вроде бы интересно, но слишком монотонно. А вот в кружках мы как раз таки мало общались с электроником и шуриком. Так что это, можно сказать, развитие персонажей. Так что пойдём в здание кружков. Да и нас пригласили, а в столовую и в медпункт нас никто не приглашал. Есть хотелось просто безумно. Я всегда трепетно относился к своему здоровью. Но трепетнее всего в те моменты, когда становилось уже совсем не в мгоду. А сейчас ходить я мог, ноги почти даже не болели. Следовательно, ступни и сами заживут. А вот голод ждать не будет. Я решил воспользоваться предложением электроника. В конце концов, зная местных пионеров, можно было резонно предположить, что в столовой не осталось даже чёрствой корки хлеба. А кружок кибернетики мне всё же кое-чем обязан. С такими мыслями я подошёл к зданию клубов. Изнутри доносились крики. Я прислушивался, но ничего разобрать не смог. Опа! Отдай! Не отдам! По комнате носились Ульянка, держал в руках моток проволоки, а за ней бегал Шурик. А, я подумал, это Бублик. Ребят, мне как-то даже неудобно вас прерывать, но... Отдай! Они не обратили на меня ни малейшего внимания. Не отдам! В увлечённой погоней Шурик проскочил мимо меня, чуть не сбив с ног. Эй! Ульянка весело смеялась и нарезала крюки по комнате. Интересно, зачем мне эта проволока вообще сдалась? Тем временем руководитель кружка кибернетики, ещё вчера оказавшийся безумным, выглядел вполне нормально. Можно даже сказать свежо. Но это вряд ли помогло бы ему поймать Ульянку. Она была меньше и изворотливее, быстрее, наконец, и вполне могла загонять его до изнеможения. Эй! Ульянка подскочила и спряталась за мной. Шурик же громко хлопнул в дверь и вышел. Обиделся. Эй, ты чего? Не поймаешь! Она посмотрела на электроника, который всё это время лишь молча наблюдал за глупой беготнёй и показал ему язык. Семён, отбери у неё проволоку. Чего она вам, собственно, вообще сдалась? Проволоки, что ли, малы? Он пытался поймать Ульянку, а та, в свою очередь, пряталась за мной. Он вправо, она влево. Он влево, она вправо. В конце концов, эта ситуация мне порядком надоела, и я ловким движением выхватил проволоку Ульяны. Отдай! Отдай! И кричала она. А вот и нет, хватит хулиганить. Я поднял проволоку на голову и так, что Ульянка своим ростом никак не могла достать. Спасибо. Ну и ладно. Она фыркнула и отвернулась. Зачем тебе она вообще? Не твоё дело. Ульяна хитрой посмотрела на меня. А хочешь, я всем расскажу, что ты... Я зажал её рот рукой и потащил к выходу. Ладно, нам пора уже. Глупо хихикая, сказал я электронику. А зачем приходил? На улице отпустил биркающуюся Ульянку. Слушай, ну ты ж понимаешь, что это недоразумение. Тем более, ты его сама и подстроила. Ничего не знаю. По факту, ты за нами подглядывал. Ай-яй-яй. Что же подумает Ольга Дмитриевна? С одной стороны, мне было абсолютно наплевать, что про это скажет вожата, но с другой, все против меня. А в моё положение в подобные ситуации попадать не стоит. Ладно, может, мы как-нибудь договориться сможем. Хм, она задумалась. А я знаю. Я уже предчувствовала недобро. Ты принесёшь мне эту проволоку. Но зачем она тебе? За надом. Ну ладно, допустим. И тогда будешь молчать? Честная пионерская. Верилась ей с трудом. Но с другой стороны, это всего лишь моток проволоки. Почему бы не попробовать? Нет, они сейчас, блин, этот памятник Генди снесут с этой проволокой. Так что нафиг отказаться. Нет, никаких проволок, хватит уже. Тогда я всё расскажу. Да и так всё расскажешь. Или Алиса... Тону тебя. Конечно, как будто я во всём виноват. Виноват. Ты за нами подглядывал. Не подглядывал я ничего. Хотя, как ни крути, подглядывал. Алиса так не думает. Она много о чём не так думает. И Ольга Дмитриевна тоже не оценит. Знаешь что? Я начал выходить из себя. Хочешь рассказать? Иди прямо сейчас и жалуйся. Не забудь также добавить, что я виноват в дефолте, мировом кризисе, глобальном потеплении, про библейский потоп тоже упомяни. Да ладно тебе так реагировать. Я же пошутила. Пошутила? Я внезапно понял, что действительно слишком завёлся. Шутки у тебя дурацкие. Что мне, каждый раз догадываться, серьёзно ты или прикалываешься? Да. Ухмыльнулась она. Так веселее. Ульянка развернулась и побежала в ссор на площади, и маша рукой на прощание. Всё-таки невозможно с ней по-человечески. Я вздохнул и вернулся в помещение кружков. Электроник что-то сосредоточенно мастерил. Теперь я совсем разобрался. Думал, может, ты меня там чем угостишь, как обещал. Мой тон звучал несколько заискивающе, и это меня просто взбесило. Я, конечно, не настаиваю, просто раз уж... Сейчас. Он оторвался от своего занятия и достал с стола пару булочек и треугольник кефира. Прошу. Спасибо. Пока я увлечён и ел, электроник ни на секунду не оторвался от своего приспособления. Он наматывал на катушку проволоку, которую я отнял у Ульянки. А что это? Катушка индуктивности. Индуктивности? Ступай в наш клуб, будешь всё знать. Он поднял на меня глаза и хитро улыбнулся. Подумаю. Конечно, никуда я вступать не собирался, но с учётом того, что он меня всё же накормил, можно быть и повежливее. Кстати, я же тебе говорил, что у меня ещё кое-что есть. Ну да. Сейчас. Он зашёл в соседнюю комнату и через минуту вернулся с каким-то пакетом. Тутру! И протянул его мне. Внутри лежала большая бутылка водки столичная. Ни хрена себе! Я всё понимаю, но ещё утро только. Или электроник убери, зак принцип, с утра выпил весь день свободен. Ты что? Я же не предлагаю пить. Это нам на протирку оптики. Ага, протирку. Внутри утробно. Ясно. Я отдал ему пакет. Тогда я пойду. Обязательно приходи ещё. Конечно. Как только выпить захочется. На улице я задумался, зачем он мне вообще показывал водку. Колт внезапно напомнил о себе. Конечно, бочки и кефир, это здорово, но одними ими не наешься. Хорошо, что в этот момент заиграла музыка, призывающая пионеров на обед. День только начался, а мне уже столько всего пришлось пережить. Но я выстояла, теперь имею законное право наесться до отвала. Сегодня я пришёл не позже всех, так что смог занять свободный столик. На обед давали гороховый суп и рыбу с картофельным пюре. Это меня сильно разочаровало, так как рыбу я не ел ни в каком виде, а значит калорий мой организм получит меньше, чем обычно. Вскоре к моему столику подошли Славя и Лена. Можно? Она мило улыбнулась. А? Да, конечно. Я встал и выдвинул стул для неё. Прошу. В это настроение в тот момент было лучше некуда. Приятного аппетита. Сказав это, Лена некоторое время пристально смотрела на меня, но потом, видимо, поняла, что выглядит несколько странно и уткнулась в свою тарелку. И тебе. Семён, есть какие-нибудь планы на день? Нет. Искренне ответил я. Планов действительно никаких не было. Разве что в поиск ответов. Ну, то скорее глобальная задача. Тогда не хочешь с нами прокатиться на лодке до острова? Остров. Кажется, я видела его с пристани. Зачем? Ольга Дмитриевна попросила земляники собрать. Там её много, и она такая вкусная. По выражению лица Слави, можно было представить вкус этой земляники, даже не пробуя. Земляника. А зачем? Не знаю, но, по-моему, идея отличная. По-моему, тоже. Тем более на острове я ещё не был. Да, пожалуй. Через десять минут мы уже стояли на пристани. Вот лодка. Подожди, сейчас за веслами схожу. Я остался наедине с Леной. А ты землянику любишь? Не то чтобы очень, но она вкусная. Лена улыбнулась. Ясно. Я не знала, что сказать дальше, как поддержать разговор. Если бы Славя не вернулась, мы бы, наверное, так сидели молча до самого вечера. Вот. Она прочла мне два весистых весла. Ага, да. Мы забрались в лодку, я отвязал её, оттолкнул от берега и кое-как начал грязи. А куда именно плыть? Вон туда. Она показала пальцем в сторону острова. Остров ближний. Интересно, какой капитан его так называл? Остров-то действительно близко к берегу. Вас понял. Если бы заранее знать, что меня ждёт впереди. Крутым гребцом меня не называть. Более того, я и на лодке-то плавал до этого всего раз или два в жизни. До острова было всего метров пятьсот, но весь путь благодаря моим стараниям мы шли зигзагами. Примерно на середине руки заболели так сильно, что я бросил вёсли, чтобы передохнуть. А что, земляника больше нигде не растёт? Я имею в виду места более доступные. А там она самая вкусная. Удивлённо посмотрела на меня Славя. Тебе, наверное, тяжело одному грусти. Вот Лена сразу поняла, в чём дело. Да нет, нормально. Всё-таки нельзя же допустить, чтобы мне помогала хрупкая девочка. Остальную часть пути я думал только о том, как бы живым добраться до острова. Славя с Леной о чём-то говорили, но я их не слушал. Просто не было сил. Наконец мы приплыли. Совершенно обессиленно я выбрался на берег и посмотрел на лодочную станцию. Она казалась так далеко, что я ищу себя первым человеком на луне, который наблюдает восход земли. — Держи. Славя протянул мне корзинку. Остров был небольшим, метров сто в длину, не более. Он скорее напоминал берёзовую рощу. Ровные ряды деревьев покрывали всю его поверхность. Под ногами растилось спокойное зелёное море. Ветерок лишь изредка вызывал волны на поверхности. Этот островок казался просто-таки райским местом. Не удивительно, что именно здесь растёт самая вкусная земляника. Нам бы надо разделиться, так быстрее управимся. — Да, наверное. — Но корзинки-то только две. Робко заметила Лена. — Да, точно, это я недоглядела. — И как мы разделимся? — Так, пойти с Леной или пойти с Славей? — Ну, пойти с Леной. — Мне Лена больше нравится, если честно, чем Славя. — Давай я пойду с тобой. — Давай. — Вот и славно. — Славно. — Славя. — Славя взяла вторую корзинку и пошла в дальнюю часть острова. — Ну что? — Что? — Пойдём? — Ага. — Лена улыбнулась. — Только собирай внимательно, не пропускай ни одной ягодки. — И ты тоже. Жатва началась. Земляника здесь действительно была вкусной. Я бы, наверное, съел её всю, если бы вовремя не остановился. Ягоды размером с клубнику ярко-красного цвета. Да, мы точно не зря сюда приплыли. Лена шла совсем рядом, так как корзинка у нас была всего одна. Не чувствовала себя грибняком, заглядывая под каждый кустик и внимательно ройся в траве. — У тебя как-то лучше получается. — Да? — Я их не считаю, если честно. — Нет, правда. Корзинка была уже наполовину заполнена. — А ты, наверное, любишь природу? — Да. Яркий лучшон, сопробившийся сквозь крон деревьев, ослепил меня на секунду. Я опустился на землю и прислонился к дереву. — Красиво всё же здесь. Лена села рядом, близко настолько, что её локоть касался моего. — Да. — Мы просто сидели. Время, кажется, остановилось. Ветерок нежно колыхал листья на деревьях, в траве нелениво прыгали букашки, а вдалеке на воде резвились солнечные зайчики. Лена опустила голову мне на плечо. Сначала это немного меня удивило, но потом, прислушившись к её размеренному дыханию, я подумал, что так и надо. Видимо, разморила, и она решила вздремнуть. Несколько минут я просто сидела и ни о чём не думала. Но потом в голове со сверхзвуковой скоростью начали скакать мысли. Лена. Рядом. Спит. Тепло. Нежность. Чувства. Я посмотрел на неё. На лице девушки было такое спокойное, умиротворённое вооружение, что казалось, что она сейчас где-то не здесь, где-то в лучшем мире. Не знаю, что бы случилось в следующую секунду, если бы я не услышал голос слави. «Семён! Лена!» Я несколько раз резко тряхнул головой в разные стороны, чтобы прийти в себя. Лена начала просыпаться. Она открыла глаза и отсутствующим взглядом посмотрела на меня. Что снилось? А? Поняв, что задремала у меня на плече, Лена покраснела. «Извини». «Да ничего». К нам подошла славя, и Лена поспешила встать. И как улов, я грустно вздохнул. Что-то не густо. А из её корзинки земляника так и вываливалось. «Ладно, нам и этого хватит. Пора возвращаться». Я взял корзинку, и мы направились назад к лодке. Обратно мы доплыли быстрее, потому что я постарался сконцентрироваться на гребле и не отвлекаться ни на что другое. Хотелось лишь вернуться на пристань живым. Первый заплыв не прошёл близ бесследный. В этот раз руки начали болеть уже после нескольких смахов вёслами. Пришвартовав лодку, я бессильно рухнул на землю. Славя и Лена склонились надо мной. «Если тебе было так тяжело, то сказал бы». «Да». «Да нет, ничего. Сейчас полежу, и всё пройдёт». «Ладно, тогда отнеси к корзинке, пожалуйста, Ольге Дмитриевне, а то у нас ещё дела есть». «Да, конечно. Сейчас я был готов согласиться на что угодно, лишь бы не вставать». Славя поставила корзинки полной земляники рядом со мной и весила о чём-то, болтаясь с Леной, направилась в сторону площади. Самое тяжёлое сделано. Так я думал, пока не встал и не взял корзинки. После спортивной гребли они оказались мешками с цементом, хотя вряд ли весили больше пары килограмм каждая. Из-за этого путь до домика вожатый занял меня куда больше обычного. Приходилось останавливаться через каждые 50 метров, чтобы отдохнуть. Когда я всё же дошёл, то поставил корзинки на землю, а сам с трудом опустился в шезлонг. «Ольга Дмитриевна! Ольга Дмитриевна, я вам гостинцы принёс!» Ответа не последовало. Я с трудом поднялся и зашёл в домик. Внутри никого не было. «Не хотите, как хотите». Я улёгся в шезлонг и задремал. «Нет, землянику украдут!» «Чего за дичь? Что это? А, это кровожадная земляника, я понял. Мне приснился странный сон про земляничные гонки. Я плыл на лодке, грёб изо всех сил, чтобы спасти всех огромных ягод, которые гнались за мной. Руки уже отказывали. Глаза заливал пот так, что ничего не было видно. Кровь стучала в висках, но земляники всё пробежались. Они скалили на меня свои хищные пасти. «Ну, постойте. Пасти у земляники?» «Семён, Семён!» Я проснулся. Перед мной стояла Ольга Дмитриевна и трясла меня за плечи. «Я смотрю, урожай вы собрали неплохой, не так ли?» «Ну, это всё благодаря помощи девочек, да». «Понятно, но это ещё не всё. Действительно, а то я-то уже размечтался, хотел спокойно полежать. Ты же знаешь, зачем эта земляника?» «Не имею ни малейшего понятия», — признался я честно. «Будем из неё делать торт». «Ясно. Что же, весьма логично. В честь чудесного спасения Шурика. Ведь это всё благодаря тебе». «Было понятно, что земляника дело не ограничится. Почему, скажете на милости, если я такой герой, то праздник в честь себя должен организовывать сам?» «Ну, наверное...» «Так вот, у меня для тебя есть ответственное задание. Для торта не хватает ещё дрожжей, муки и сахара. Всё это надо принести в столовую до ужина». «А те, кто торт будут печь, не могут, как ты сами?» «Жалостливо поинтересовался я». «Конечно нет. Они все заняты. А без дела у нас в лагере склоняешься только ты». Хоть в словах была изрядная доля для правды, сейчас мне от этого никак не становилось легче. Более того, они послужили контрольным выстрелом. «Итак, запоминай. Дрожжи возьмёшь в медпункте, муку в библиотеке, сахар в здании кружков». «А, это квестик, квестики мы устроили. И мы потом всё реприи сделаем. Явно же сахар не будет просто так лежать в здании кружков, мука в библиотеке, а дрожжи в медпункте. Что они там забудут по отдельности? Подождите, а... «Мне некогда, я спешу. Удачи тебе». Она хитро улыбнулась и ушла. «Конечно, в этом лагере много странного, но дрожжи и медпункте...» «Ок, это я понять могу. Но...» «Мука в библиотеке?» «Сахар...» «Нет, это уже выходит за рамки разумного. Я смачно плюнул себе под ноги». «Не хочу, не желаю в это верить. Скажите же, скажите, что вы меня разыгрываете». «Если бы сейчас передо мной появилась толпа зеленых жирных троллей, каждый из которых считал себя обязан вдоволь посметься надо мной, я бы и не удивился. Может быть, ну и в этот торт. Некоторое время я обдумывал, как поступить. Нет, если такая масштабная задумка у Ольги Дмитриевны сорвется, то мне влетит так, что мало не покажется. И усложнится все, и поиски ответов, которыми я уже давно не занимаюсь, и просто моя обычная жизнь в лагере. Похоже, придется все же». «Ну, пойдем в библиотеку». «Если все остальные пункты в списке продуктов для торта хоть как-то укладывались у меня в голове, то мука в библиотеке и нет. Я долго думал, кому и зачем она могла там понадобиться, но ни одного сколько-нибудь толкового объяснения на ум не приходило. Учитывая суровый характер Жени, лучше сначала постучаться». «Открыто». Женя внимательно посмотрел на меня из-под очков. «Чего тебе?» «Эээ, ты не подумай ничего, мне бы... Я не хотел выглядеть идиотом, поэтому решил предельно подробно объяснить сложившуюся ситуацию. «Мне мука нужна. Ольга Дмитриевна сказала, что она здесь есть. Я понимаю, что это странно держать муку в библиотеке, но... Меня к тебе послали. Оно странно для торта. Отметить спасение Шурика». «Да, есть у меня мука. Что-то такого». Удивленно ответила Женя. В ту секунду мне показалось, что я получил тяжелые гири по голове и перестал что-либо понимать. Мука в библиотеке. Действительно, что здесь такого? Мы же в Зазеркалье. Я Алиса. Сейчас съем волшебный грипп и отправлюсь домой. «Эй!» «А, да!» «Я замечтался». «Подожди здесь. Сейчас принесу». Она скрылась за книжными шкафами, а я скрестил руки на груди и принялся ждать. Через пару секунд послышался звук скрипящих петель. «Может тебе помочь?» Крикнул я. «Сама справлюсь!» Буркнул Женя в ответ. «Она в погребе, так что придется недолго подождать». «Хорошо, хорошо». Прошло уже несколько минут, а Женя таки не возвращалась. Я уже начал волноваться, как вдруг дверь к библиотеку открылась и вошла Алиса. Похоже, она не ожидала меня здесь увидеть. «А что, ты что тут делаешь?» «А что, нельзя?» Грубо ответил я. Алиса немного опешила. «Да мне какое дело?» Фыркнула она и направилась к столу Жени. «А ты сама зачем пришла?» Алиса пристально посмотрела на меня, оценивающей взглядом, затем открыла рот, собирая что-то сказать, но вдруг спохватилась и отвернулась, пряча что-то за спиной. «Книгу отдать?» Сказал ей первое, что пришло в голову. «Не твое дело», не очень уверенно ответила она. «А что за книга?» Алиса промолчала. «Ну дай посмотреть. Интересно ведь, что читать мисс «Не влезай, убьет»?» «Не твое дело». В ее голосе было еще меньше уверенности. «Ладно, ладно, я не настаиваю». Хотя на самом деле мне было очень интересно, что же такое читает Алиса. Более того, я вообще удивился, увидев у нее в руках книгу. Телевизор, кино, компьютер, если бы он здесь был. Все это казалось более подходящими развлечениями для девочки вроде нее. А тут книга. «А пофиг, я бессмертный! Попытаться выхватить книгу Алисы!» Все же любопытство взяло вверх. Я воспользовался тем, что Алиса не смотрит на меня и тихо подкрашиваясь, аккуратно выхватил книгу. «Ай!» Взвизгла она. В следующие секунды ее лицо приняло такое выражение, что я уже начал сомневаться в правильности своего решения. Раз уж скоро умираю, то хотя посмотрю же отчего. В руках у меня была унесенная ветром. Та же книга, что тогда вечером на скамеечке читала Лена. В удивление я даже забыла о неминуемой смерти. «Интересно?» «Да». Покрасив нехотя, ответила Алиса. «Ладно, тогда я протянула ей книгу». Алиса бросила ее на стол и быстро, несмотря на меня, вышла из библиотеки. Значит, ей ничто человеческое, ничуть ужда. В конце концов, она тоже девочка. Быстро проанализировав произошедшее, я заключил, что ничего такого странного не случилось. Наконец библиотека огласилась громогласным стоном Жени. «Забирай!» Я обошел шкафы с книгами и увидел вспотевшую библиотекаршу, сидевшую рядом с люком в погреб. А рядом с ней небольшой мешок. «Может быть, у них тут что-то типа склада?» «Спасибо!» Я взял мешок и вышел из библиотеки. Слава богу, что он оказался не очень тяжелым. И до домика Ольги Дмитриевны я его донес без особых усилий. «Теперь в медпункт!» Мне начинает казаться, что в последнее время я слишком уж часто бываю в медпункте. «Что же, ничего не поделаешь, так складываются обстоятельства». Я вздохнул и постучался. «Войдите!» Несколько нараспев, ответила медсестра. «Здравствуйте!» «Меня Ольга Дмитриевна прислала за...» Я несколько замялся дрожжами. «А, да, конечно!» Она широко улыбнулась. «Только у меня их нет. Пионер!» «Как так?» Она сказала, что... «Ну, раньше были, да кончились!» Я даже не стал спрашивать, зачем они вообще понадобились медсестре. «Впрочем, ты не расстраивайся. Могу предложить тебе аспирин, например. Может быть, он мне и не помешал бы. Где же мне тогда их достать?» Я вздохнул. «А вот!» Она открыла ящик и достала какую-то бутылку. Я присмотрелся. Пиво Останкинское. «А что такого?» «Пиво тоже продукт дрожжения». Она пристально посмотрела на меня. «Никто я не заметил». Да, в ее словах была логика, но все происходящее казалось мне настолько гротеским, что я не сразу нашелся, что ответить. «А вы уверены?» «Абсолютно». «Ну, ладно. Карман-шорт бутылкой явно не влезал». «Спасибо». Неуверенно примемлил я и вышел из пункта. «Нет, пиво наверняка может заменить дрожжи. Даже моих скудных знаний по химии и биологии хватит, чтобы поверить в это. Но вообще ходить с бутылкой в руках мне сразу показалась не лучшей идеей, поэтому я решила отнести ее в домик Ольги Дмитриевны и спрятать там. Но и до него надо было добираться так, чтобы пиво не заметили. Я засунул бутылку под рубашку. Все бы и хорошо, но на площади меня окликнула Славя. Точнее, она вынырула мне из-за спины так неожиданно, что я даже вздрогну. «Как продвигается?» «Что?» «В поиске ингредиентов». «А ты уже знаешь...» «Да». С него давит свое волнение, ответил я. «А что у тебя там?» Она показала на выпячивающуюся из-под рубашки бутылку. «А это...» «Кажется, попал». «Да так, ничего особенного». Я глупо захихикал. «Мне пора». «В поиске тебя покинул почти бегом, оставив Славе в недомине». «Хорошо, что она не из тех людей, которые будут задавать лишние вопросы». «На есть в этом лагере те, кого хлебом не корми, дай засунуть нос в чужие дела». «Проходя мимо домиков пионеров, я столкнулся с Ульяной». «Что, прячешь?» Она хитро посмотрела на меня. Он вызывающе ответил. «А не твое дело, шифровку в штаб несу». «Большая шифровка». Бутылку я держал на уровне пояса, поэтому несколько смутился. «Может, тебе помочь?» «Сам справлюсь». Я уверенно обошел Ульяну и продолжил путь. К моему удивлению, она ничего не сказала и не стала преследовать меня. Олега Дмитриевны в домике не было, так что мне удалось спокойно спрятать бутылку к себе под кровать. Выйдя на улицу, я облегченно вздохнул. Действительно, никогда бы не подумал, что буду так переживать из-за одной бутылки пива. Словно вернулся в старшие классы школы. Хорошо, что сейчас она в безопасности. А если даже не найдут, скажу, что не мое. Опыт, придуманный оправданием, у меня был большой. Ну и осталось только в кружки пойти. Казалось, что за сегодня мне пришлось пережить столько же, сколько за все предыдущие дни. Так что, подходя к зданию кружков, я и думать забыл о том, что искать здесь сахар, вообще говоря, несколько странновато. О, ничего себе! Это еще что такое? Шурики и электроник что-то увлеченно мастерили. И увлечен настолько, что даже не заметили меня. Я присмотрелся. Это был какой-то робот. Хотя бы его корпус. Причем робот женского пола, да еще и с ушами. Не хотел строить теории, для чего светилом лагерной кибернетики могло понадобиться это устройство. Хоть конструкция и выглядела относительно технологична, у меня были большие сомнения в том, что этот робот сможет в будущем завоевать мир, или хотя бы вообще будет способен на какие-либо самостоятельные действия. Однако им кажется важнее сам процесс, нежели конечный результат. И тут я мог их понять, хотя мне и не хотелось признаваться в этом самому себе. С другой стороны, они не боялись провала, критики, насмешек. Шли и шли к себе, к намеченной цели, не обращая внимания на то, что кому-то она может показаться недостижимой или вовсе абсурдной. Как будто я правда их сравниваю с какими-то светилами науки. Привет, ребята. Неуверенно поздоровался я. О, Семен, заходи, всегда рады. Да я и так уже зашел вообще-то. Ты это, извини за вчерашнее. Хотя я почти ничего не помню, но мало ли что. В общем, ничего-ничего. А что тебя привело в нашу скромную обитель? Электроник хитро посмотрел на меня. Порой мне казалось, что когда он делает такое выражение лица, то полностью уверен, что знает про собеседника нечто, чем может козырнуть в подходящий момент. Сахар. Мне нужен сахар. Перед глазами сразу спала картинка из старой компьютерной игры, где какой-то юнит, строитель или что-то подобное во все свои пять пикселей кричал «More! We need more!» «Это есть у нас!» Спокойно ответил Электроник. «А зачем он тебе?» Я не хотел объяснить Шурику, что в его честь хотят испечь торт. Не хотел портить сюрприз. Не знаю. Ольга Дмитриевна попросила принести. «Ладно, сейчас». Электроник скрылся за дверью в соседнюю комнату. «А почему сахар именно у вас лежит, а не в столовой?» «Когда в прошлый раз машина с продуктами приезжала, то его выгружали последним. А так как наше здание было ближе всего к проходной, то, чтобы далеко не носить...» «Логично». Открылась дверь и появился Электроник, тащивший за собой огромный мешок. Я, конечно, не знал, какого размера торт планирует испечь Ольга Дмитриевна, но здесь сахара явно многовато. «Спасибо, конечно, мне столько не надо». «А куда же нам его переложить?» Электроник удивленно посмотрел на меня. «Нам некуда. Просил Сахар. Забирай». Похоже, та его улыбка все же не была беспричинной. «Может быть, тогда поможете меня дотащить? Тут недалеко же». «А мы заняты». Он показал рукой на робота. Я пристально посмотрел на Шурика. В конце концов, он был мне обязан. Тот замялся, но все же стыдливо отвел глаза. Я вздохнул, взял мешок и направился к выходу. «Спасибо, что же». Надрываясь, сказал я прощание. Однако далеко уйти не получилось. Уже через каких-то 20 метров мне пришлось поставить мешок на землю, чтобы передохнуть. Не знаю, сколько он весил, но казалось, что точно не менее 20 килограмм. Короче, ребята, на сегодня это все. Вы были на канале GameKate. Это прохождение бесконечного лета на самую правильную концовку. Пока не знаю, какую, но точно на самую правильную. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok